Обшиваем ригель. Нужно выровнять его параллельно стене и сделать одно дно общее с проемом. Для начала отбиваем линии, для того чтобы закрутить по ним направляющие. В проеме у нас линию негде нарисовать, поэтому сначала закрутим туда гипсокартонную полоску. Когда полоска гипсокартона будет прикручена и по ней отобьете линию, то нижний профиль не нужно прикручивать сразу. Сначала нужно поставить металлические перемычки вертикальные, которые связывают вверх с низом. Если их не ставить, то получится, что конструкция держится на самом гипсокартоне. А это неправильно. Сейчас, кстати, видно, почему ригель обшивается. То есть он поставлен как-то так наискосок, сантиметров на 12. Но мы это исправим. Со стороны проема бортик готов. Теперь сделаем со стороны ригеля. По тому же принципу. Сначала гипсокартон, а затем вшиваем в него каркас. Так как у нас ровный потолок уже есть, а возле ригеля получается кое-где узкое место, то удобнее вертикальные профиля подвесить сразу. После того, как собран горизонтальный периметр, нужно вставить СД-шки туда. Для нижней плоскости. Профиля СД установлены. Теперь нужно их закрепить. Для этого присверлим подвесы и выровняем их. Подвесы выровняли. Теперь нужно установить утеплитель и прикручивать гипсокартонные листы. Прикрутили гипсокартон. Теперь у нас есть один большой ровный короб, который спрятал кривой ригель и избавил нас от нескольких ступенек на потолке. То есть у нас снизу теперь одна ровная поверхность. Гипсокартонные листы. И вот этот файл. Продолжение следует...